МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такими вы их еще не видели. Здравствуйте, это программа Ньюсмекер. Таким плечом? Вот этим? Да. Вот так? Да. Чуть-чуть назад. Назад? Да. Окей, хорошо. Перчестку поправь. А что такое? Где? Все нормально. Нормально? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все нормально. Готов. Ты готов? Да, готов. Стой, а тело сидит. Где? Бой. Андрей Васильевич, здрасте. А вы могли бы объяснить, почему вы бегаете к журналистам? А вы кто? Это телеканал АСИТВ. Я не бегаю, я на их опыте, веще. Ну, вам вот задавали простые вопросы по поводу вашей декларации. Вы не смогли ответить, и вы постоянно убегали. Важно. Я к меня все дистали, но все просто капец. Ну, вы же знаете, что о вас говорят? И про вашу декларацию, про ваши деньги. Да, вертайтеся, вертайтеся в пресс-службу, там все написано, все витвы иди домой. Выбачьте, я вымушен. Ну, очень жалко, Антон Васильевич. Снимай, 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 снимай. Снимай, пусть отъезжает. Перебивка нужна какая-то. Снимай, снимай, снимай. Я думаю, что это будет еще одно шоу. Сидайте, я вам сейчас все покажу. Саня, вперед, 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 быстрее, быстрее. Саня, давай. Сунь, Синь, Синь. Сюда, манер. Едем, я зараз все вам покажу. Давай, давай, к вам. От работы и аж до ночевли. От рамки до ночи, с ночи до рамки. Вытяните добре. Если вы сделаете пидлий сюжет, буду ображаться. Покажу все я. У него практически не было шансов. Карпатские горы, корова. Шанель номер пять, я перед носом. Мама, сельский учитель. Я ее очень люблю, страшно. Отец, колхозный рабочий. Я скажу, Василий, что ты ходишь, что ты шукаешь? Отдаленное горное село в Буковине. Я не буду тут 22 роки. Он мог быть дирижером хорового пьяни в райцентре. Уникальный инструмент называется «Украинская ложка до украинского бруска». А стал главным военным прокурором Украины. Хороший сувенир. Я бы так за зарплату приходил. У него есть все, о чем можно только мечтать. У нас есть визу, вот и батон. Чем приходится платить за власть, деньги и славу. И почему, когда все уже есть, борьба только начинается? Та-то должен был повторювать фразу «Усрамся, але не дамся». Мы едем в точку ноль. Бывший хутор «Сирук», куда не то что социальные лифты. Трактора порой дойти не могут. Дорога в его прошлое. День трясучки до Черновцов. Еще километров сто вдоль карпанских хребтов до села Ростоки. А за ним поворот в горы, и через несколько километров уже никакие джипы не справляются. Только буханка другой жизни, кроме гор, не видевшая, не знавшая. Леня, иди дальше. Да. Давай, Лёш. Я с ним знаком. И даже и хваленые гудьеры, блин, шестовую здесь совершенно бесполезны. Только хардкор, то есть цепи. Вот где настоящая трофия, необъезженная мега для автоэкстремальщиков. Тут тебе и горные реки. И крутые склоны, куда ступали только гусеницы трактора с отвалом. Нас набивается полная машина. Военный прокурор, охрана, друзья-земляки. Мария Матиоз, старшая сестра и депутат Верховной Рады. Вот из такой-то глухомании, из одной семьи, и сразу две знаменитости. Знаете, мне очень смешно. Раньше называли меня, значит, моего брата Анатолия называли, что он брат відомой письменницы. А теперь акценти разместились на то, что я сестра главного воинского прокурора. На полпути к Сируку даже буханка выбивается из сил. На помощь приходит ДТ-75 из Крайнего Хутора. Он, похоже, еще Хрущева помнит. Или даже Франца Фердинанда. Это только кажется, что возвращаться на родину куда легче, чем от нее уезжать. Приходится буквально пробиваться с боем, то есть с тракта. До Сирук, еще как до Китайской Пасхи, делаем привал. Этот дом на самом отшибе. Здесь живет никогда не унывающий тракторист Юра с женой и пятерыми детьми. Как водится, гостей дорогих ведут за стол. Чарка, шкварка, хлеб, сало, каша. Юр, добрые доли твоим, деточкам. Багато здоровья тебе. Ты знаешь, как мама любит твою маму. Ты знаешь, что горячуки мать у вас жили тут по сутисту сто роков. А если бы не было, то наш сына никто бы никогда не доробил, бы все кастрюли все тут тримали. Они и сейчас живут, как когда-то встарь, только с трактором. До ближайшей школы по единственной нами испытанной дороге несколько часов ходьбы, все ноги истопчешь. А здесь это все одно, что в соседний супермаркет за колбасой сходить. Вот только беда, обуви на всех не хватает. В один день один в школу сходит, другой – другой. До школы сколько идти? 16 километров. 16 километров в оба конца? В одежде нет. Да ладно. Вот отсюда пешком? Да. А где, конечно, машина едет? Там, где мы лишили машины, то звідти она может сесть на какую-то машину, если там машина будет. Лесовая машина? Лесовая, там лезь везет, або кто-то. Вот так сидит. Надо выпить. Начальник 60-х и их молодая мама по совместительству сельскоучительница тоже будет ходить пешком на работу и обратно прямо по Карпатам с ребенком на груди. Наша мама, тоді тільки я була, ходила вниз до того потоку, де ми їхали, потім піднімалася от тим горбом, от бачите, от на той горб, і ще опускалася десь там на півкілометра вниз, і там була школа. Мама прив'язувала мене на пасок, ось такий ремень навколо себе, мені ще року не було, і йшла з дитиною туди в школу на дев'яту годину ранку, бо з району могла приїхати комісія. Скажіть мені, який рогатий на дев'яту годину сюди міг добратися? В 65-м родительський дом все руки разберуть буквально і перенесуть буквально в село Ростоке поближе к цивілізації. Там і появиться на світ двойняшки Олег і Толя. Мама пойдет на заводку в Черновецкий університет, на время сесій ее буде замінять старша дочь. Я цих двох горобчиків везу в садочок, приходжу додому, батько на роботі, мама на сесії в Чернівцях, приходжу додому, шкарпеточки, маєчку, шапочку, сорочечку у черемоші випрала, висушила і ввечері пішла за хлопчиками, привезла їх цих двох горобчиків в колясці, привезла додому. Ви знаєте, що вони до сих пір мене називають мамуською. С разницей в 10 років вони самі заменять сестру, коли та тож уїдет в Черновецкий університет. Хутор «Серук» станет їх многолетнім трудовим лагерем. Там вони заготавливають сено для скота. Береш косу, вона без ручок, і пішов, ось тако, ось тако, ось тако, аж наверх, ось тако, пішов наверх, а потім розвернувся і ось так пішов вниз. Я так тікав від цього, що я став воєнним прокурором. Делов – всього нічого. Дать свиньям, корові, гусям, курам, помыть лоханки, покидати навоз, подоїть корову. Це все-таки правда, ви вмієте. Це вам не стоп корупції. Там лише язиком можуть облизувати. А тут треба облизати, вибач, рукою гарно дійки, щоб вона припустила молоко. Береш відро між ногами. Береш два дійки. Хто великий спеціаліст, то може доїти у дві руки. Із його жистью ще довго буде вивитриватися цей запах. Запах села. Вона довго його запомнят, як главний мотиватор перемен. Можеш спробувати? Я? Ну а що? Якщо ваш гонер вам це дозволяє, якщо ти не думаєш, що це фотошоп, то можеш спробувати. Тут діор біля носа буде, ось цей свіжий. Анатолій Васильович, гонер-то дозволяєте? Я не знаю, дозволить ли корова. Суньце ближче, то не кусяється у нас. Суньце? Ну то серйозно, ну а як? Береш і зверху зжимаєш до низу. Кого береш? Вот это? Діюк береш, то ниждіноча грудь, там пальцями крутити нічого не треба. Прижимайте. Та не відривай, а зверху вниз втисни. Мечта його детства – однажды проснуться, і щоб нічого цього не було. Ні корова, ні навоза, ні покосов. Він збігаєт в книги. Ну і там його то і дело достають. Я ховався в туалеті. Туалет заховався, замочок потичком собі так закрив, що знаружи видно, що там нікого немає. Ну немає, ніхто туди не буде. І там тихо взяв книжку, сидячи на такому ексклюзивному стільчику. Всі можемо його уявити. Сидів і читав. Однажды він все-таки уїдет. Це буде чуть ли не єдинственный шанс. Його житті їх вообще буде не так багато, але він навчиться використовувати їх на всю катушку. Саме основне, що вчила нас мама і тато, це говорили. Ти маєш стати людяною і вибитися в люди. В люди це не так бідувати, як оце, коли, не знаю. Ось від виходу фільму я ввіжу, от ці заголовки вже будуть. От откуда корні виживаємості, ось от сюди. Це не буде самий поганий цей лозунг. Мама Павлина Власовна і сама едва ли предполагала, наскільки старательно сын выполнит її завет – вибіться в люди. Тепер вже вона сама частенько гостить у нього в загородному домі під Києвом. Я її дуже люблю. Страшно. Страшно. Вона нічого не кажет, але все розуміє, все знає. А коли хоче, щоб я її не переконував, в чому все, вона включає окуня. І, типо, нічого не розуміє, нічого не знає. Це теж вже традиція. Ешо оттуда, з Буковини. Все домашні, хто на місці, сегодня це мама і старший сон від першого брака Роман, должны вместе вийти на завтрак. Роман починається з того, що мама переказує все, що бачила за минулий день. І я тоді кажу, мама, добрий роман, дайте спокійно поїсть. Коли мама в гостях, в домі матриархат. Павлину Власовну с її учительською хваткою так і прозвали между собою Валиде. По аналогі з матерію Султан із Великолепного века. Це її любимий серіал. Це страшний жах. Коли я зранку хочу ще п'ять хвилин поспати, мама приходить, як раніше в школі стукає двері. Толя, Толя, сьома година, сьома година. Я ж знаю, коли мені встати. А у неї звичайно після школи, то... Это там, на роботі у нього охрана, суть неподчинённих. А здесь він сам під надзором. Я маю схильність до повноти. То мама мені рахує. Іри зараз немає, вона в Херсоне. То зазвичай вони мені міряють, щоб я, не дай Бог, нічого більше не з'юв. Ну, дають, заставляють їсти корисне. Каша. Звичайно овсяна каша з щемостем, з ісюмом чи щемо. Як ви це їдите? Єдину радість маю, що я на роботі маю шоколад. І коли я знервуюся, чи ми стоя, шоколаду під'їм. Время к восьми. Пора на службу. В прихожій, як напомінання, що у нього за робота, сувенир із Таїланда. Всю дорогу тащив на себе. Матіос, взагалі, любитель такого рода символізмів. Треба біз'яні. Нічого не чую, нічого не бачу, нічого не скажу. Це класичне утілення. І такий фетиш для всіх тих, хто працював чи працює в спецслужбах. Вона проводить його до порога. В детстве непозволительна роскош. Сама біжала в школу раніше дітей. А тепер буде ждати його весь день. Хоть до нічі. Мені голови... Я не можу... Мені вже скільки років, я не можу усепити, що... Гланді. Але все одно приємно. Ну, також так. І все-таки, як він став прокурором? Як так змог продвинуться по служебной лістниці? Відтоді, після восьмого класу, коли він мечтає збіжати з діревні, пістується зовсім не на юридичній. Анатолій Матіос їде з діревні в Черновецьке музикальне училище. У нього на той момент за плечами музикальна школа по класу баяна. Це і є тут саме, чуть ли не єдинний шанс. Поступати після восьмого класу в профсійно-технічне училище на Столяра, якби не Комільфо. В Радянському Союзі всі, хто закінчували ПТУ, називали плоскогубці. Воно звучало образливо, так би. Ну, а музичне училище – це щось таке-то імнічне. Дом Матіосов в Ростоках. Впередній – одинокий, расстроєний, всеми забытый фортепіано. Однажды родители купят його в рассрочку. Як і все в їх жизні. Для глухого гуцульського села, де не було, немає, ні треба радянської влади, фортепіано правильно його називається, це була ознака, ну точно, намагання чи справи бути долученим до мистецтва, значить була сільська інтелігенція. Но настоящей страстью музыка для Анатолія Матіоса так і не станет. Щоби тот не збігав занятий, отцу даже придется зв'язувати лямки баяна на спині сына. Як потім вияснится, музыка окажется не самым плохим билетом в нову жизнь. Всі хочуть якихось ідеальних умов, ідеальних можливостей, але їх нема. І треба виходити з того, що маєш. У нього була можливість поїхати в Чернівці, в музикальну академію чи училище, він її використовував. Для мене на той момент тільки те, що в телевізорі показують, стоїть дядько чи жінка, махає перед іншими дядьками руками, сенсу тому я не розумію. Вместе з музикою в його жінь войдет большой город, де його також будуть приймати, як мальчика із Буковинської глухомані. І це буде преследувати його ще багато років. Він приїхав в Чернівці, в училище, в нього була ж мене, там, не знаю, 3 чи 4 рубля монетами. Ось всі гроші у нього були там на певний час проживання. І він щось, пішов щось купляти, у нього це було все в руках, якісь підійшли хлопці, почали з нього копинити. Типу, селюк приїхав і отак рукою по тій ж мені все розсипалося і стоїш розгублений, зашов, прошов. Но вовсе не це определить його рішення стать прокурором. Це произойдет лише кілька років спустя. На шостій бі не сів, навіть принципово. Не забубонний, але... Я коли-то знімав КВН в российській колонії, там вони рекомендували сказку «12 місяців». Там такой говорить, я не хочу бути протоном іюням. Почему? Да шестой по списку пацані не поймут. Седьмій етаж генпрокуратуры. Просто іметь здесь кабінет, уже бути причисленим к прокурорській елите. Вистроене пшонкою здання так і замысливалось, як символ успіху і роскоші. С тих пор здесь все стало как-то сильно попроще. Солодощі. Про те, що я говорив. Це чешська зброївка. Унікальний калибр 7,92. Дальність вистрілу до 2 кілометрів. Кабінет, словно вся його життя, в мініатюрі. Символізми. Они здесь вообще повсюду, куда ни кинь. Кроме пулемета, здесь же цитати із сковороды істуса. Терпи, терпи, терпець. Тебе шлифують, ставить твій дух. Тож і терпи, терпи. Якщо ти не терпиш, ти стоїш екзальтованим і не можеш. Терпи, винести зумі і тоді доб'єшся. Чи раючу по вону. Ваш девіс? Ну, десь життєвий так. На стене Божья Матерь с бисером. На столе Равін, причем тоже с намеком. Так ви наш человек. Гребе, яке читає Тору. І завжди собі загинає. Або Дулю комусь показує. Под стеклом золоті батони, т.е. погони. Т.е. зовсім даже не золоті. Маттьоз любить самоіронію. А це, Леня, для всіх, хто буде нас дивитися, щоб знали. У Маттьоз є свій золотий батон. Два. 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 Це правда золото. Це сувеніри хлопці пішли, замовили. Це такі офіцерські якісь цяцінки, забаганки. Тут немає нічого жодного коштовності. Але, ну, воно таке. Об'язальний утренній ритуал – чашечка кофі і сигарета. 18 лет втажа, з армії. С такої нервної роботи пачка в день уходит. Ну, як тут бросяш? Можу признатися, що порушую законодавство. В зв'язку з цим, прийшлося за власний кошт переробити. Тут всі вікна зачинені. Мені прийшлося поставити вікно, яке відчиняється. С утра приносять сводки з Донбаса. Снова погибші і ранені. І так більше двох років. Кожний день починається з цього. Погибші і ранені. Там відчувається подих смерти. І зустрічався з людьми, які виходили на виконання керозгодань. І в мене було перечуття, що це вже не живі люди. І дійсно, на жаль, до великої трагедії вони дійсно загинули. Всі, хто призвели до цієї крові, повинні бути покарані. Він зрозумів, це давно, задовго до воскрешення російського міра. В Одіссі в 2009-м пытається пресечь роботу проросійської партиї Родіна. Моя фамилия Матіос Анатолій Васильович. Їе главу Маркову потім посадять і відпустять. Він скроється в Росії і стане одним із заметних сторонників так называємої Новороссії. Уже в той момент я доповідав всі ці таємні документи до сих пір у архіві спецслужби про створення потужних кластерів імперського проросійських сил. Чашечка кофі растянулась на дві, а потім і ще одна. І сигарет уже викурена, чуті не полпепельниці. Разговор переходит на личне. Ну зачем йому це? Все вже є. І достаток, і жина-бізнесмен. Дом полна чаша. Зачем наживати себе врагів? Я не маю відношення до статків, які є в родини, тому що це все нажито і тяжкою працює дружина, яка 20 років вирощує хліб. Херсон – небольшой, но просторний офіс на цокольному етаже новостройки. Ірина Барах здесь появляється уже нечасто. Бізнес отлажен, люди проверены, все як по маслу. Це і є та самая штаб-квартира, бізнес-імперії, жены-миллионерши. А де більшій зал? Звичайно? Нету. Нету? Нету. Не свищаєте? Ну не свищаєте. Так, щоб ви... Явле не входит. Мой стиль управленческий, як це щас говорят, модно, да? Деньги її давно вже не інтересують. Она вся в искусстві. Или, як минимум, її офіс. Це Феликс Кидр – херсонський художник, на взгляд Ірины, явно недооцінённий. Мене він тож, кстати, підписав, фантуру. Не знаю, похоже, я там или нет. Вот так, вот, знаете, он был такой интересный щек, он, например, говорил. Он, например, слышать, он говорит, Ирина Семеновна, такая красивая, я всегда визумлялась, приходила домой, думаю. А потом вдруг я увидела у него эскиз, такой карандашом, женщину, которая была похожа на мою бабушку. О позднем увлечении Кидра натуры здесь уже ходят легенды. Так выглядел бы херсонский ремейк к Рязановскому служебному роману «Сцена с Бубликовым». Відемная девочка, здесь Людина сидела, все приходили. Какого Владимира Владимировича? Сейчас скажу, Владимира Владимировича. Здрасте. Здесь мужчина сидел. Раньше мне очень нравилась эта картина. Он сидел здесь? Да. И он впереди очень красивый. Я сразу вспоминаю всю ему служебный роман. Да-да-да. Щербакова до Бубликова. Да-да-да. Вся её агроимперия, 18 тысяч гектаров земли и два элеватора. До ближайшего от Херсона полсотни километров. Суббота, выходной, да к тому же не сезон, а всё равно грузовики с зерном выстраиваются в очередь на разгрузку. Для достоверности показывайте ваши золотые прииски. Да, вот там, где мы отмываемся. Да, пойдёмте. Там есть слитки ваши лежат. Пойдёмте, сейчас покажем. Да-да-да. Слитки. В конце 90-х она купила руины, быстро восстановила, элеватор заработал за скоростью отгрузки 1000 тонн в сутки. Пока цены не достигли пика, всё хранится здесь, на складах. Я никогда не видел в жизни столько симочков. Вот это здесь лежит продукции, сейчас скажу, сколько, на где-то 700 тысяч долларов. Вот это 700 тысяч долларов. Да, вот здесь. Ага. А здесь, я вам сейчас скажу, на 4 умножить. Давайте как программное время. Полтора миллиона долларов здесь. Да? Да. Я хочу тут жить. Здесь может храниться до 15 тысяч тонн. Кстати, практически вся продукция со своих же полей, родненькая. При желании можно укрупнить ещё вдвое. Территории мощность элеватора позволяют. По весне всё это пойдёт на экспорт, по реке, на сухогрузах. Вот и ответ на вопрос, откуда декларации с шестью нулями. Значит, надо вырастить, собрать, привезти. Сюда потом посушить, почистить, хранить и ждать. Ждать, когда будет высокая цена. Да. И продать. И всё? И всё. И так. Делов-то. Нет. И вот, значит, секрет в чём состоит, что так 25 лет. Ей ближе модель социально ответственного бизнеса. Это когда она помогает создать и запустить предприятие, вся прибыль которого пойдёт на благотворительность. Я не помогаю отдельно каждому, потому что это невозможная идея. Вы знаете, бизнес, он так устроен, мозги так устроены, что они мыслят более глобально. Мне хочется дать людям возможность, чтобы они смогли сами потом дать им удочку, как говорят. Финансы станут самым большим их испытанием. Матиос даже после назначения заместителем генпрокурора будет чувствовать пропасть между своей официальной зарплатой и доходами жены. Я столько не могу позволить заплатить за гостиницу. Значит, мы будем жить в разных гостиницах в таком случае, например, говорю. То есть, если я их заработала, чьи это деньги? Ну, если у нас семья есть? На момент их первого знакомства в начале 2000-х они оба не свободны. У неё, кстати, первый муж тоже прокурор. И даже одно время поработает с Матиосом. После двух-трёх встреч она поймёт, что ей не хватало именно его. О чём вы говорили, даже не помню. Я просто вам говорю, что вот какое-то у меня было, какое-то было чувство, что это вот какая-то часть меня. Вот это было, знаете, это было, это было очень интересно. Для меня, как мне, для меня главное в жизни, чтобы мне было интересно. Им придётся многим пожертвовать, чтобы быть вместе. В их брак практически никто не поверит. Она старше его на 12 лет и намного богаче. Его будут подозревать в легализации коррупционных доходов через брак. Она потеряет всех своих друзей. Если бы он просто влюбился в молоденькую девочку и ушёл из семьи, это традиционная история, да? Ну, бывает, да, такое дело. Если бы я даже была вообще старше, но там, не знаю, больная, инвалид какой-нибудь, тоже может быть, да? А вот такое сочетание всего этого вместе, это вообще дьявольская смесь, которую перенести очень тяжело. Я подружился в свой дом, мне было уже не 15 лет, это второй мой шлюб. Впервые это с ним случится после выпуска в 27 лет. От первого брака останутся сын и дочь. Переважную часть своего життя прожил с мамой, навіть, когда батько развився с ней. Ну, 7-8 класс, пилотковый век, ну, трохи дурить в голове, бувало, грала. А тогда, в середине 90-х, он один из самых возрастных выпускников Черновицкого юрфака. Четыре года съест в музыкальное училище, ещё два – армия. Там-то он и решит круто изменить свою жизнь. Литургия, не отверживая меня во время старости, заученная им до последнего скрипичного ключа, останется за порогом КПП. Нас, как полоненных, переляканных, постереженных ведут, там же все в форме, вот такие. И в окне казармы стоят с такими вот тонкими ногами, в таких синях армійських трусах, и в пальцах размеру XXXL, такий самый постереженный, с простыней, где было написано такими чёрными луками «Заки, вишайтесь». Музыка даром не пропадёт. Именно благодаря ей его возьмут телеграфисты. Да ещё почти дома, подо Львовом. Я сдал нормативу телеграфиста, как теперь помню, наша маша, краша ваша, а деситочка была, это требовало надрукувати десятьми пальцами на телеграфном аппарате без электричного посылу такого. Годы армии в 88-й, в Москве ещё КПСС, во Львове уже народный рух, в армии разброты шатания. Военность телеграфистов привлекают для электронного слежения за оппозицией. Лишь несколько лет спустя он поймёт, чем на самом деле для его буковина обернулась советская власть. На этот памятник жители горных сел Буковина скинутся сами. Здесь высечены фамилии депортированных в сталинский террор. Они сюда больше не вернутся. Советская власть проехалась и по их семье. В 40-м году в Сирук, до него нам остаётся всего ничего, остаток пути идём пешком, вошли советы по пакту Молотова-Риббентропа. Два бандеровца вышли из леса. Один из них – белорусский еврей. Тут же начались колхозные преобразования, раскулачивания и национализация. Альтернатива была такая. Две бумажки. Одно колхоз пишешь, другая – акт на выселение у себя. Теперь коровы, овцы – всё своими руками отводили. Всё отдавали. Вдалеке звон бубенцов. Это земляки с лёгкой руки тракториста Юры спешат на помощь. Сзаду куанники едут. Чё есть? За последние полвека здесь мало что изменилось. Только вот людей стало меньше. Из 13-ти хат Сирука не осталось ни одной. От советской власти достанется и отцу Матиоса. Пока тот в армии, отца назначают кладовщиком. И следом обнаруживается огромная недостача. Ревизия по ХСС, обыски и расстрельная статья на горизонте. Я помню переляканья отец и сестры. Вечно заплакану маму. Это всё происходило с днём в одномоментном. Чекали обшуку. А что у нас там шукать? Корову, свиню, яку конфискують? Чи вихідний костюм, який на Пасху? И тато сказав дитину, чтобы ты знала, что меня сейчас могут обновить. Что бы про меня не сказали, что бы не делали, это может дойти до суду. Это может быть очень... Меня могут в тюрьму посадить. Ты знаешь, как мы живем. И ты должен понимать, что я не виновен, и поддерживать маму. Можете выявить? В итоге молоденький районный прокурор докопается до сути и оправдает отца. За решетку отправляется председатель колхоза. Эта история определит дальнейшую жизнь Матиоса. Я думаю, что этот момент несправедливости до тата, который был, очень твердый и принциповый, непоступливый. Я думаю, что он дав поштовх Анатолиеву. Отец умрет совсем недавно. Все, что он живет более чем за полвека с мамой, или в кредит, или сделано своими руками. Василий Матиос недалеко от входа, прямо по центру. Рядом, как не ругались с мамой, оставили место для нее. Настояла. На зиму Павлина Власовна перебирается в летнюю кухню. Тут фотографии детей, внуков, тепло и телевизор. Самое главное, что у мамы есть пульт. Она выучила, как включить новости. И, Боже, потом телефон трескает. Вот уже показывали, вот уже рассказывают. А главное, подальше от воспоминаний. В доме, что ни вещь, то история. Сюда, как в мавзолеях, мама заходит раз в год. Я захожу в ту комнату, где лежал человек. Я так стою. Тут, не тут, тут. И я тогда начинаю анализовать. И дети выросли, и все, а я сама лишилась. Я тогда звоню. Я завтра беру билет и еду до вас. В бездонных закромах польской стенки вся их жизнь. Вот кружка, купленная на первый гонорар Марии Матиос. Ее первые публикации в районных газетах. В школьной тетради альбом для рисования. Угадай, можешь признать, кто это? Так. Это Шевченко в неволе, когда он был у солдата. Точно. Он рисовал все, что видел, перечитал и что прочувствовал. От альбома веет романтикой, патриотизмом и тестостероном. Кто такая Оксана, я тебе не скажу. Они как заяц с двумя зубами. Ну, я точно помню, с кого я молю, но я не признаюсь. Ну, ничего. Вы знаете, ей бы зубов побольше. И, в принципе... Дети, гости. Для мамы большие хлопоты. И все в радость. На маленькой кухоньке накрываем самобранку. Павлина Власовна достает из стыняков самое дорогое, припасенное на случай великих праздников. Сусальное золото в водке. Так вот, как теперь, значит, слово «отмыть». Придется внести смены до декларации про смену суттевого материального стану. Он вернется сюда, в родительский дом, сразу после армии. Это будет крах всего. Как же вернуться туда, откуда столько лет пытался выбраться? Вы знаете, я буду умирать, и я этот эпизод буду вспомнить. Он выходит из нашей стадолы, и он весь белый. И он держит в руках деревянную круглую тарель, где с малюнком «Заграй мы гуцуле старый». Его срежут в киевском юрфаке. Не хватит полбала. Матевосы будут уверены, дело не в знаниях. Он просто чужой. Какой-то там румын или молдаван из Буковины. Мы наивнее были, Господи, Боже мой. Мы это отчули все на себе, что до нас есть велика недоверия. Он мог навсегда остаться в колхозе и повторить судьбу отца. Тот стал рабочим в 13 лет. Но Матевос снова воспользуется первой же возможностью. В Черновцах возобновляют работу юрфак Черновицкого университета. Он попадет в первый набор. Добрый день, Петр Славиславович. Дуже рады и бачите. Дуже рады и бачите. Петр Поцуркиевский, бессменный декан юрфака, вот уже больше четверти века. С самого начала. Тут что не аудитория, то обязательно имени какого-нибудь светил юриспруденции. И хотя самому юрфаку всего-то ничего, история университета куда длиннее. У нас в грудь была велика группа выкладчиков, профессоров, студентов из Бухарестского университета. Они целовали, гладили эти партии и говорят, что можно у вас их как-то выкупать. Мы говорим, что это национальная гордость и оно не продается. Поцуркиевский свой первый выпуск помнит практически весь. Анатолий Матсиос поступал на криминалистику. В то время далеко не самая престижная специализация. Я стану так, это классично, не дай бог никому, антикоррупционеры будут говорить, что стал правильным местом. После выпуска он прокурор одного из районов Черновцов. Служба тяжелая, но веселая. Анатолий Матсиос понимает, еще несколько лет и он навсегда останется здесь. Максимум, на что сможет рассчитывать, на карьеру замобластного прокурора, если повезет. А что такое прокурор властного района? Сват брат Кум пришел, плачет, поможет, защитит, не сделает. Я зрозумеваю, что если я остаюсь, то я зиплюсь. Если я что-то кардинально не изменю в своем жизни, то я просто стану, могу стать алкогольником. Пили мне, мама не горюет. Здесь снова можно было бы сказать, помог случай. На самом деле Матсиос его искал, выжидал, приближал, как и все в своей жизни. Едва ли тогда в районной Черновицкой прокуратуре он мог предположить, что когда-то будет вставать в 5 утра, чтобы в 6 быть в спортзале. А ты Васильевич, доброе утро. А что так поздно? 6 утра уже? Уже 10 утра. Что, 6 утра? Наркозалежный 10 утра. Это один из немногих спортзалов с графиком от 6 утра чуть ли не до полуночи. Без лишнего пафоса, пижонства и искательность приключений в лосиных, перепутавших танцы на пилоне и фитнес. Раз, два, три, четыре, пять, пять, пять. Что-то он как-то вас совсем не жалеет. А ты знаешь, если кто-то начинает сам себя жалить, або кто себя жалит, ничего доброго не будет. Тренер, чемпион мира по бодибилдингу, разработал для Матсиоса особую систему тренировки. 40 минут интенсива с наращиванием веса и практически без отдыха. А сколько отдых между подходами? Да ни сколько. 11 лет назад пришел, это не цей спортзал был, пришел, Сережу побачил. Ну, я говорю, хочу, чтобы допомихал. Можно? Можно. И меня за первое тренирование так загнал, что подумал, что я втрачу сведомость. Бицепс, трицепс, дельтовидка. Человек, которого реально опасаются матерые военные преступники, здесь сам переживает семь кругов ада. Здесь его генеральские погоны, семь до штанги. Под конец интенсива пресс. Сколько сможешь? Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Делай. Шесть, семь, восемь, девять. Раз. Хорошо. Так и мужики. Еще минут двадцать на беговой дорожке, и все. Можно ехать отдыхать. На работу. С ее совещаниями, семинарами и журналистами. Теперь я понимаю, где вы научились так убегать от журналистов. Всю тренировку Матиос держит главную интригу. Что это за тату под майкой? Покажи, что у тебя за наколка, и я скажу, кто ты. Так, пот настоящий, не декоративный, без гримеров. Все по-настоящему. На наколку. Вау. Что жена сказала? Она так, как у меня разрубила, подавилась и сказала, я знала, что дурные, но не настите. Он принял решение, он движется вперед. Все. Я согласна, это его сильная сторона. Но он скучный. Дома он скучный. Он вот, как его, я иногда называю, там, пледик, например. То есть лежит пледик на диване. То есть он дома, набирается сил. Но ему очень важна эта женская энергия, знаете. Она ему интересна. Он ею питается, я это чувствую. То есть если я уезжаю, то нам не хватает этой энергии друг друга. Они объездят вместе чуть ли не полмира. И каждый раз будут тащить в дом сувениры. Благо дизайнер оставила поле для творчества. Их любимые уголки – Юго-Восточная Азия. Вот эта вещь была последней, которую мы привезли из Камбоджи. Из Анкор-Вата. Это кувшин? Нет, нет. Это из Эмирата. Вы это можете описать. Анатолий Васильевич вез его вот так. Потом вот это вот… Ой, как красиво. Священный ящик Пандоры, как Анатолий Васильевич его называют. Это из Бирмы. Здесь нет очень дорогих вещей, знаете. Здесь просто… Ну, здесь просто больше память, да. А место силы – Индия. Вместе были лишь однажды, в то время как Ирина сама уже раз пять. Диско и кино любите, нет? Кино? Джимми, Джимми. Меру, меру, меру люблю. Ну, мое все детство там прямо. Да, меру. Не так. Что вы? Транстор диска 13 раз. Серьезно? Ох. Этот дом они будут строить больше года. И все три года обустраивать, обустраивать и обустраивать. Очень любят играть в шахматы. Он хорошо играет? Да. Он хорошо играет. Хорошо играет? Хорошо. Тогда я не буду играть с ним. Сначала с ним познакомилась, а потом начала слышать о нем чьи-то отзывы. И в том числе вот такие же, что вот он такой хитрый. Мне это было неважно абсолютно. Он оказался очень добрым, очень порядочным человеком. То есть его отношение к его бывшей семье, его отношение к его бывшим родственникам. Старшему сыну Роме 21. Приезжает только на каникулы. Последний год учится в Англии. Специальность – компьютерная безопасность. Пока живу в Киеве, научился защищать себя не только виртуально. А еще бокс. Кстати, ему уже там в Лондоне приходилось применять навыки. Рома, объясни, вот зачем тебе это все? Вот правда, ты же по барчаговке-то не ходишь. Ну, час такой, треба все уметь. И захистить себя, и иногда не теки себя и своих близких. Ну, давайте сильнее. Я постараюсь, видишь. А, зря я скину. Подтягивать технику уже нет времени. Только урывками. На одной из тренировочных баз под Киевом. Да, тренером работать труба. Тяжелая работа. Здесь же один из лучших тиров в стране. И одни из лучших тренеров. Наша задача среди долбов, скажем, всегда дефицировать потенциальную угрозу. Потому что мы не можем быть зациклены только на цели впереди. И по сторонам ничего не видеть. А стрелялся и всегда ищешь. Ищешь. Хорошо? Роман первое поколение матиосов, кто уже не знает, что такое жизнь в глухом Буковинском селе. Его детские воспоминания начинаются с Черновцов и Херсона. Для него это что-то малознакомое. Он понимает, отец пытается дать все то, что ему не хватило в юности. Хотя и дед сделал все возможное. И невозможное. Я его могу уявить, могу спробовать, зрозуметь, но отчути то, от чего он, я не смогу. О чем не считал он в детстве? Он не рассказывал? Он? Про новые джинсы и куртку. Польский, может быть. И вот он, финиш. Эти склоны в сугробах по колено и есть и рук. Знаменитая опять власть переменилась, и свадьба в Малиновке – это прохутор. В прошлом веке власть менялась 14 раз. Вот это я стою на самой родной земле своей батьковщины. Вот это, благодаря изменениям к закону, мама получила в пай. И вот это колгостный пай. И вот это земля родины матиосов. Это не конча заспа. Это Швейцария. Большинство селян, будучи неграмотными, знали минимум 4 языка. Румынский, немецкий, венгерский и украинский. В зависимости от того, чья была буковина. Самый основный проклен – это не могучий уже русский матерный язык. Он сказал, шляк бы тебе травил. Я приеду друзьям в Россию, скажу, шляк бы тебе… Тебе, тебе. Трафил. Трафил. Трафил дорога. Чтоб тебе разбила дорога, чтоб тебе разбило все. Чтоб тебе нагло кровь залила. Так, не надо. Не, это… Все така. Нам пора возвращаться. Павлина Власовна снова остается одна. До тех пор, пока сможет бороться со своим одиночеством и незнакомыми ходоками, умоляющими ее повоздействовать на сына. Казалось бы, они должны уже к этому привыкнуть. Встречи, расставания, Ростоки, Киев и снова Ростоки. Но с каждым разом прощаться все тяжелее. Все, пока. Такое же нравится, как еду. Так, не добре. Она снова будет мониторить его по всем телеканалам и поносить бегающих за ним журналистов. Перечитывать по третьему-пятому разу книги дочери. Вы узнали, как мне тяжко. Конец фильма. Остались последние монтажные склейки. Он когда-то тоже хотел стать кинорежиссером. Но один фильм в своей жизни он точно снял про самого себя. Осталось только задать его автору главный редакторский вопрос. О чем кино? Я не готов был до этого вопроса, однозначно. Про что кино? Кино про то, что життя не является белым и черным. Кино про то, что у каждой люди есть свои скелеты в шкафчике. Кино про то, что не перетворился я в скелеты. Блюзнирство, лицемирство, брехни. И чая я жива людина. Так. И самое основное, что за все, что я сделал минулый, ну, тоже, так как я уже пришло, мне не соромно. Это точно. Это был Анатолий Матиоз, главный военный прокурор Украины в проекте Ньюсмейкер. До следующей серии, следующей истории и следующего героя. Продолжение следует...